Вы готовы? Александр? Вы пришли к человеку, как Волкову, с его уровнем и его высотой. Обычно, вы любите идти, выиграть какие-то тейки, и выиграть свой шаг на земле. Таким образом, этот уровень, который он имеет, с боксом и стройкой, как он имеет. Как вы видите себя в атаке этого? И где вы видите его открытие? Понятное дело, что ты приходишь сюда, у тебя будет бой против Волкова. Волков очень высокий, у него очень длинный размах рук. Я понимаю, что ты, наверное, хочешь его перевести и сразу прижать клетки, прижать канвасу и разобраться с ним на земле. Но, в принципе, как ты думаешь, пройдет бой? Как ты выставишь его бокс, его длину, его рук и так далее? Каким образом ты попытаешься зайти и перевести его? Какой у тебя план вообще на Боснию? Почему-то все недооценивают мою ударку. Да, Александр очень сильный и крепкий боец, он базовый ударник. Я базовый борец и абсолютно весь мир будет ожидать того, что я буду стараться его перевести и, как вы говорили, уже финишировать его именно на канвасе. Но я думаю, что, учитывая ту работу, которую я проделал со своей командой во время подготовительного лагеря, вас очень сильно удивит. И если нам придется рубиться в стойке, мы готовы к этому. Все три раунда без проблем. Но я думаю, этот бой закончится 100% досрочно. То есть смотрится с тем, что все, застает меня на его стрелку. Ну и, конечно, это не планируется, но мы полностью улучшили в nosso станд-уп. Мы готовы для файла. Если файны будут станды, то мы будем продолжать станды, и я думаю, что вы будете очень удивлены, что мне и мои команда уже делали в станд-уп. Если мы будем станды и трейдя за все три раунда, мы готовы для этого. И я думаю, что вы берете это, что это не защитник не длится три раунда. Что именно в твоей ударке, над чем именно ты работал и насколько тебе кажется, что ты улучшил ее за это время? Начиная от защиты, заканчивая комбинацией рук с борьбой и выхода из борьбы, перехода на руки. То есть абсолютно мы работали над всеми аспектами. Я думаю, что я кардинально изменился. Именно как персональный боец в стойке. Понятное дело, что у него намного больше профессиональных боев, чем у тебя. Но, в принципе, что мне интересно узнать, это как ты вернешься после твоего первого проигрыша? Готов ли ты к такому бойцу, к такому оппоненту, как Волков, после того, как у тебя был первый в твоей карьере проигрыш? Как ты перестроился и готов ли ты сразиться с таким бойцом? В принципе, я никогда не выбирал себе оппонентов. Я готов драться абсолютно с любым бойцом, с любым представителем. Без разницы, у него будет ударный бэкграунд или борцовский. Если я здесь, то это говорит о том, что я хочу стать лучшим. И для того, чтобы стать лучшим, я должен бить лучших. И единственный урок, который я извлек из моего прошедшего поединка, что не стоит оставлять исход поединка на решение судья. То есть я четко осознаю, что я иду в октагон, и я должен выиграть. Для того, чтобы выиграть, я должен это сделать досрочно. Да, ну, и, конечно, он принял, онйдет, но что я не буду выбирать ему, который он подходит в полном противе, кто-то, который, кто-то, кто-то военный, кто-то, кто-то, который, кто-то, кто-то, что-то в этом division, который, 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 он действительно уплотнёт, если это народ, или если это обман. Я возьму то, что я не могу лицевать, он произойдет в моем поколе, что не ответил этому�у, на время того, что в orders не держаться. Реально? Потому что ты не можешь одновать, что у человека они оказывается. Поэтому я должен идти туда и доминировать, чтобы борьба заканчивается, пока правительство решает, если я победил. И последний раз для меня. Он получил очень длинную карьеру, да? Бои вы были русские, родились в Советском Союзе. Он был человек, который вы смотрели, когда вы встали в спорт? И вы сказали, что я люблю Волкова. Ты был фаном его? Ты был человек, который родился за него? Понятное дело, что у него очень длинная карьера. Вы оба русские, вы оба родились в Советском Союзе. Смотрел ли ты за его карьерой до тех пор, пока ты стал сам бойцом, и видел ли ты его, как он выступал, как продвигалась его карьера до того, как тебе пришлось сейчас с ним биться? Да, конечно, я всегда следил за его карьерой и, в принципе, абсолютно за всеми бойцами, которые являлись выходцами из СНГ. Что хочу сказать, что он меня всегда впечатлял, он всегда был достойным представителем своего рода, он всегда уважительно относился к соперникам. То есть такой конкретный пример настоящего русского мужика. Конечно, я смотрел на мою карьеру. Наверное, не только с ним, но и с утра. Das я бороться с прошлым боками, и я сделала их из того, как и обоим их своими карьерами. И что я хочу сказать вам? Он был всегда хорошим примером, хорошим борьбом и умным человеком, просто хорошим примером, хорошим русским человеком. Александр, это всегда интересно, как профессиональные атлетики борются с первым профессионалом. И я просто хочу спросить, как были эмоции после вашей победы в UFC 278? Всегда очень интересно знать, как профессиональные бойцы, что они делают после своего первого поражения, как они с этим справляются. Вот интересно мне узнать, какие у тебя были эмоции, что ты испытывал после того, как получил наконец-то это первое поражение в своей карьере? Ну, я считаю, что абсолютно каждый боец со мной согласится, неважно, это твое первое, второе или пятое поражение. Поражение, оно всегда горькое, но зачастую одно поражение может тебя научить гораздо большим, нежели 100 побед. Да, конечно, я думаю, что многие бойцы будут согласны, что не важно, если это твоя первая победа, вторая победа, пятая победа, они всегда горькие. Никто не любит потерять. Но я считаю, что даже одна победа может тебе научить много о твоей карьере, даже больше, чем победы. Ты чувствуешь, что у тебя меньше давления после того, как уже этот нолик с твоего рекорда убран, теперь уже не так много давления? Этот нолик вообще никакого давления на меня не оказывал, мне абсолютно было безразлично на этот нолик, потому что я к этому всему отношусь как профессионал. Дорога профессионального атлета всегда чередует поражение с победами. На все воля Божья, все в его руках, моя задача всего лишь тренироваться как можно усердней, а как будет дальше уже все зависит от нашего Всевышнего. Дед Зеро really never had any kind of pressure on me or on my career, you know, that's not, if you look at old professional fighters, they always go hand in hand. You got victories and you got losses, so really all I can do as a professional fighter is keep improving, keep training, and everything else is in the hands of God, right? Whatever God decides, whatever God has written for us, that's what's going to happen. All I can do is keep improving and keep pushing forward. We haven't really haven't talked to you since the fight at UFC 278, but did the elevation from Utah play a factor into your gas tank? Мы не говорили с тобой, в принципе, после 278, после прошлого проигрыша, поэтому скажи, пожалуйста, то, что это было в горах в штате Юта, повлияло ли то, что это было высоко в горах на твое кардио, на твою дыхалку? Сейчас можно много чего говорить, искать какие-то отмазки. Я все-таки из тех людей, которые адекватно всегда смотрят на происходящие вещи, и если была поднята его рука, а не моя в конце боя, значит я где-то не доработал. И искать какие-то отмазки, это из-за того, что в горах было или там солнце не так светило, ну это ерунда. Да, в первую очередь я мужик, и я должен выходить и доказывать это в октагоне. А искать отмазки, я думаю, это не совсем мужской удел. Really, there's no reason to look for excuses, you know, elevation, or maybe the sun wasn't shining from the right corner or whatever. The fact is, if my arm wasn't raised at the end of the fight, that means that I didn't do something in order for it to get raised. There was something that I didn't do to get the win. So, first of all, first and foremost, I'm a man. I need to prove every time I get into the octagon that I'm the man, that I'm going to be the winner. So, if there's something that happens when that doesn't happen, that's my fault, not anybody else's or any other force of nature's. Awesome, thanks for sharing that. And finally, it is the battle of the Alexanders. You're just spelt without an E at the end, so I just want to know, whose is spelt better? And in the end, this is the battle of Alexanders. But somehow, since they write your name, there's no one of the letters, the letter I, the American name. Tell me, please, what's your name written correctly? I think both of them are written correctly. Just because I'm from Moldova, and our name is Alexander. It's written without the letter I. Well, in principle, it's just a morphological meaning of this word. Because in the country, the Moldova language is not a kyrillic, but a latinic. And it turns out that on Moldova, my name is written like this. Really, it's not his is wrong or mine is right. It's just the fact that I'm from Moldova, and this is the way it is spelled in Moldova. So, this is just a question of linguistics. The thing is, in my language, we don't have Cyrillics. We have Latin letters. And in Latin, it's written, Latin letters, it's written without the E. So, it's just basically, you know, geographically or, you know, linguistically, that is the way it is. Thank you. Thank you, Alex, for the time. Alex brought acclamation and such. Was there any major changes and what were they to come into Vegas and fighting a little earlier, even though you're still on the main card of the event? Alex said that acclimatization can be a big role in this battle. What changed or did you help it to be that you came in Las Vegas before and acclimatized before and that the battle will be earlier, not later? What does it affect your preparation or how you're going to be? Well, as I already said, I don't pay attention to these moments. And the moment of the moment is, наверное, the Laurenэмприз and the moment of the event in the Olympics, mainly from now. You decide how much happened to Vegas once again. One day that I was flew to Vegas. After that, I did the learning in Baltimore at a Risen Tite Academy before I went in Baltimore at a bạn. I feel that I was campaigned back and I felt замечательно, I had parler in alcance and perfectly. I experienced great, I observed ofettiOS, with my PSA, when I realized I liked many occasions, То есть нет каких-то таких травм, которые бы помешали мне выйти в субботу в октагон и показать себя во всей красе. В нашем дивизионе Новый Король, в втором дивизионе Новый Король, поэтому если можешь просто поделиться своими мыслями, насчет того, что Джон Джонс теперь чемпион, и то, что он вернулся, и вообще как это влияет на дивизион и у тебя? Ну, меня уже об этом спрашивали, и я повторюсь. Я считаю, что Джонс это такой очень классный боец, который послужит очень хорошему пинку под зад всему дивизиону. Это заставит абсолютно каждого бойца тренироваться еще усердней, становиться еще более разносторонне развитым. И для меня это тоже очень хороший вызов, очень хорошая возможность доказать, что я достоин быть в числе лучших планет в этом виде спорта. Так что, пользуясь случаем, хочу Джонса поздравить и сказать, что молодое поколение наступает на пятки. Да, я думаю, что это очень. Я уже сказал, что я уже сказал, что Джонс был очень очень хорошим играть. И он вернулся сюда, который будет вновь, и он будет виноват в целом дивизиону, чтобы все все равно train harder, чтобы train much more, чтобы работать в целом, чтобы работать на все наши стыли, чтобы быть более нулоган, и чтобы было у нас, и чтобы быть вовсе, и раздуматься. И, ты знаешь, если я бы хотел, я хотел бы ему приглашать, чтобы он получил в виде чемпион. И я думаю, что он был здесь, что я вернусь, что я вернусь, что я вернусь, что я вернусь, что я вернусь в топ-of-the-top в этой организации и в мире. Так что я думаю, что ничего плохого с ним, я думаю, что он был здесь. Спасибо. Спасибо, sir, и удачи на сегодняшний день.